Ребята, всем привет! Значит, сегодня столкнулся я вот с такой проблемой. Значит, попытался зайти на свой Яндекс.Почту и увидел вот такое вот сообщение. Изменение пароля. Мы временно ограничили доступ к вашему аккаунту по подозрению на взлом. Своумышленники могли получить доступ, потому что вы ввели свой пароль на мошенническом сайте или ваш компьютер заражен вирусом. Вот такой вот бред я получил. Сейчас расскажу, как я решил эту проблему. Но перед тем, как рассказать, обязательно подпишитесь на мой видеоканал. В конце видео расскажу вам, какие еще видосы для вас будут полезными на моем канале. Итак, значит, ни на какие сайты я не заходил мошеннические и не вводил я там логин и пароль от Яндекс.Почты. Это раз. Второе. Мой компьютер не заражен вирусом, потому что я регулярно его проверяю антивирусами. Как, кстати, проверять? Посмотрите видос на моем канале. Эффективный способ у меня есть. Значит, вот такой вот текст. Читать я дальше не буду его. Значит, что от нас требуют? Ввести символы. Капчу нужно ввести. Капчу я ввел. Далее обязательно нужно ввести мобильный телефон. Но самое, что интересное, Яндекс.Почту я использую не как основную, а как дополнительную. У меня очень много почт на Яндексе. Они мне нужны для работы. И на Яндекс, и на Мейл.ру. В общем, разные почтовики я использую для работы. Вот. Нужно мне ввести мобильный телефон. И мобильный телефон у меня уже все зарегистрированы. То есть, у меня нет свободных номеров. У меня основные мои почтовые ящики имеют двухфакторную аутентификацию. Значит, что нужно сделать? Позвонил я своему дружбану. Попросил у него пароль. Ой, не пароль, а мобильный телефон его. Взял его телефон мобильный, номерочек сюда ввел. Нажал кнопку «Получить код». Ему пришла смска. Он мне эту смску продиктовал. Значит, тем самым я ввел почтовый, ой, мобильный телефон в почту. Тем самым я подтвердил якобы свою личность, что это мой почтовый ящик. Далее нужно придумать пароль. То есть, тот пароль, который у вас был ранее, он уже будет недействительным. Нужно придумать новый пароль. Придумаю новый пароль. Нажал кнопку «Сохранить». Далее, значит, я перешел в свой почтовый ящик. Тем самым я его разблокировал. Мне его разблокировали. Теперь смотрите. В вашем почтовом ящике, в правом верхнем углу, там, где ваша почта написана, есть вот такая вот шестеренка. Я ее вот обвел красным маркером. Далее откроется, нажмете на шестеренку, откроется пункт меню «Безопасность». Вот нужно вам нажать на «Безопасность». Далее откроется почта «Все настройки и безопасность». Вот она вкладка. И я просто зашел в этот раздел «Номер телефонов», номера телефонов, и удалил тот номер, который я указал для того, чтобы мой почтовый ящик активировали, разблокировали. Тем самым я отвязал этот номер, который принадлежит моему дружбану, чтобы ему не поступали никакие сообщения от Яндекса и так далее. Я просто зашел в раздел «Номера телефонов» и отвязал этот номер. Почтовый ящик работает до сих пор, все нормально. После отвязки номера я думал, что его заново заблокируют. Но ничего, номер отвязал, ящик работает. Ну а если вы используете Яндекс.Почту, и это у вас основная ваша почта, то есть ваша личная, то, конечно же, номер телефона вам лучше всего привязать и подключить двухэтапную, двухфакторную аутентификацию. Вам будет приходить либо смс на ваш телефон со специальным кодом, когда вы будете входить в свой почтовый ящик, либо вам будет приходить какой-то специальный код на вашу электронную почту. В общем, если вы используете Яндекс.Почту как основной почтовый ящик, свой, как свой личный, то, конечно же, лучше ящик обезопасить для того, чтобы его не взломали и не воспользовались им. Надеюсь, вы поняли, как я решил эту проблему. Так, значит, проблемка решена, все отлично. Также я заходил на форум и читал об этой проблеме, и многие-многие пользователи жалуются, что Яндекс придумывает всякие разные причины для того, чтобы блокировать ящики. Непонятно, что происходит с Яндексом, и непонятно вообще, зачем это нужно. Итак, значит, в начале видео рекомендовал вам подписаться на канал. Обязательно подпишитесь и посмотрите вот этот вот видос, вот интересный, про Яндекс.Почту. Если вы регистрируете Яндекс.Почту, то сейчас, на данный момент, у них не работает капча. Как сделать так, чтобы капча вот это заработало, чтобы вы нормально ввели код и зарегистрировали свой почтовый ящик? Можете посмотреть вот этот видос. А также, если вы еще не используете переадресацию, к примеру, вы хотите переадресовывать письма на какой-то другой почтовый ящик с Яндекс.Почты, которые будут приходить письма на Яндекс.Почту, вы желаете делать какую-то пересылку, переадресацию. Вот посмотрите вот этот видос, как сделать переадресацию на Яндекс.Почту. И много-много-много интересных видосов на канале, которые, я думаю, вам обязательно понравятся. Тут всякие, я озвучил моменты интересные, которые в жизни вам пригодятся. А также, вы можете смело писать под любым видеороликом, задавать мне нестандартные вопросы, задавать мне, описывать все свои проблемы в комментариях, с которыми вы сталкиваетесь. С компьютерной проблемой. Допустим, у вас там не работает нормально ноутбук или компьютер. Или как, допустим, удалить вирусы на ноутбуке, на компьютере. Как, допустим, как стать невидимкой в WhatsApp. Как установить WhatsApp на телефон. Как сделать резервную копию WhatsApp. Допустим, вы захотите какой-то телефон свой прошить. Обязательно мне пишите в комментариях, я вам помогу. Я стараюсь отвечать на все вопросы. Собственно, из ваших вопросов состоит контент на этом видеоканале. Поэтому обязательно пишите. А также, вот сейчас я подготавливаю видео. Уход за пластиковыми окнами. Сейчас уже по-любому у всех установлены пластиковые окна. И вот и сейчас, подготавливая контент на свой второй канал, ссылка на который я оставлю в описании, буду рассказывать, как я ухаживаю за пластиковыми окнами. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой второй канал. Канал в общей сложности кулинарный. Но иногда я записываю вот такие вот видосы на этот канал. Поэтому ссылка будет в описании. Обязательно залетайте на канал. Посмотрите. Вот он, кстати, у меня в рекомендованных. Обзорочка ТВ по-домашнему. Сейчас я перейду и вам быстренько покажу. Поэтому оставайтесь пока на канале. И посмотрите, что же происходит на моем втором канале. Первый канал – это компьютерная тематика, которая мне очень и очень интересна. Второй канал – это кулинария. В основном занимается женой кулинарией. Я веду съемку. Но это тоже тема мне интересная. Итак, пытаясь перейти на свой второй канал, во время записи все жутко тормозит. А еще, тем более, у меня сейчас видеоролик готовится к монтажу. То есть, монтируется видеоролик для записи. Вот, допустим, недавно мы выпустили видео «Сосиски в тесте» в домашних условиях. Как мы готовили сосиски в тесте из вот этого прокисшего молока. Поэтому, если интересно, обязательно залетайте. А скоро я публикую видос про пластиковые окна. Поэтому ищите его на моем видеоканале. На этом все, ребята. Подписываемся. Не забывайте писать комментарии. Не стесняйтесь, пишите свои комментарии. Или в комментариях под видеороликом. Или заходите в мою группу ВКонтакте. Вот они, ссылки везде указаны на главной странице. Либо ВКонтакте пишите, либо через Одноклассники пишите. Я всегда стараюсь вам помогать. И мы вместе с вами решаем все проблемы. Поэтому, вот такие дела, ребята. Пишем, подписываемся. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока.